Здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам. Сегодня у нас вестят представители визитного фонда Горьковского фонда Татьяна Кипченко и Наталья Тарасенко. Кто из вас начинает? Начинает Тарасенко. Поехали. Добрый день всем присутствующим. Позвольте отметить основные моменты, которые касаются работы органов пенсионного фонда на сегодня. Своевременная выплата пенсии обеспечена за счет положительной динамики поступления средств в бюджет пенсионного фонда, который есть на сегодня. Если посмотреть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, мы получили больше на 416,4 миллиона гривен. То, что касается части, которые администрируют непосредственно органы пенсионного фонда, это страховые взносы, возмещение выплаченных льготных пенсий, возмещение выплаченных научных пенсий. Здесь также наблюдается положительная динамика. И по сравнению с прошлым годом мы получили больше, чем 10 миллионов. И в общей сложности это 96,6 миллионов. В процентах, если общего объема надход же не касается, то это 107,5%, если в собственной части, то 115%. То есть эта положительная динамика дала возможность выплачивать все пенсии, включая, конечно же, трудовые, которые за счет собственных средств в первую очередь платятся вовремя и в полном объеме. Что касается погашения долгов, то нами проводится работа по всем направлениям. Это системные мероприятия со всеми государственными органами. Это имеется в виду и государственная исполнительная служба, государственная фискальная служба. Конечно же, широкий спектр взаимодействия с органами местного самоуправления. И администрациями. Также правоохранительные органы, социальные партнеры. То есть называть можно много коллег, с которыми мы работаем. Все это привело к тому, что по страховым взносам задолженность уменьшилась с начала года на 9 миллионов. Да, она еще составляет значительную сумму 197,2 миллиона. Но из этой суммы более 87% составляют долги предприятий, которые находятся в процедурах банкротства. Также положительная динамика по уменьшению долгов достигнута, по уменьшению задолженности, по возмещению выплаченных научных пенсий. Здесь с начала года удалось достичь уменьшения на 1 миллион гривен. Что касается льготных пенсий, да, это такая категория платежей, которая ежемесячно растет долг. И понятно, есть объективная причина. Это государственные предприятия, в частности оборонный комплекс, которые наращивают задолженность из месяца в месяц. Ну, как пример, можно назвать Харьковский тракторный завод, завод имени Малышева, авиационный завод, ХЭМС. Ну, много других, можно приводить примеры. Но все, что возможно делать в рамках действующего законодательства, органами пенсионного фонда предпринимается и действительно есть результаты. С начала года поступило за счет этих всех проведенных мероприятий 11,6 миллиона. О чем бы хотелось акцент поставить? Для людей сегодня важно, чтобы предприятие, а другими словами, если по-простому сказать, это работодатель для каждого наемного лица, платил полностью страховые взносы и как бы стаж тогда будет засчитываться людям в полном объеме. Если хотя бы один месяц будет не проплачен, то, естественно, впоследствии при выходе на пенсию или при перерасчетах пенсии человек будет терять эти месяца. То есть все работодатели абсолютно на всей территории обязаны платить страховые взносы. И еще один момент, то есть человек должен стремиться получать официально свою заработную плату, а не в конверте. Потому что, естественно, если человек согласился на заработную плату в конверте, то предприятие не отчитывается тогда об этом никакое. И получается, что нет вот этих вот сумм, которые впоследствии будут учтены при выходе на пенсию. То есть это очень такая удобная технологическая система, персонифицированный учет, которая позволяет видеть все накопления человека, которые впоследствии учитываются при выходе на пенсию. Существует она с 2000 года, непосредственно завязана в расчетах пенсии с 1 января 2004 года. То есть это очень значимо. Может быть, кто-то не придает этому значения, но тем не менее официальная заработная плата – это залог будущей нормальной пенсии. То есть чем больше стаж, тем больше размер заработной платы, которую человек получал официально, тем больше вероятность, что он получит достойную пенсию. У меня все. Спасибо. Если будут вопросы, я готова на них ответить. Только не касающиеся назначения выплаты пенсии. Что касается доходной части, долгов. Только доходной. Да. Наталья Викторовна, давайте я продолжу, а тогда мы уже посмотрим на те вопросы, которые вы будете задавать. Мы тогда уже посмотрим, кто будет на них отвечать. Значит, я хочу продолжить Наталью Викторовну, поскольку она как раз завершила свою маленькую информацию о том, что любой размер пенсии зависит от данных стажа, заработной платы, в том числе и данных персонифицированного учета. Поскольку на сегодня уже вопрос решен, что пенсии назначаются и заработной платы, которую мы берем с 1 июля 2000 года, все, что он заработал, и только по данным персонифицированного учета. Поэтому, если правильно отражена сумма заработной платы, естественно, что правильно проводится расчет пенсии. Поскольку, когда люди работают, не передает значение о том, что они получают, сколько получают реально, и сколько в конвертах, то, что уже говорила Наталья Викторовна. Потому что очень многие, особенно частные предприятия, частные фирмы, работают с тем, что часть вознаграждения, как социальный пакет, предоставляют в конвертах. Поэтому этой суммы, конечно же, не учитывается при назначении пенсии. Я хочу сказать, что у нас в Харьковской области проживает 903 тысячи пенсионеров. Из них 138 тысяч – это переселенцы с Луганской и Донецкой областей. Значит, на сегодня, на выплату пенсии, вот на август месяц, для того, чтобы обеспечить выплату, и Наталья Викторовна уже говорила о том, что мы обеспечиваем финансирование, своевременное выплаты пенсии, нам необходимо 1 миллиард 561 миллион. То есть, если видите, что сумма, которая необходима для выплаты, значительна. Поэтому, почему мы акцентируем внимание о необходимости уплаты страховых взносов работодателями своевременной, чтобы обеспечить выплату пенсии этим пенсионерам. То есть, на сегодняшний день Харьковская область собственными средствами, в принципе, покрывает те расходы, которые необходимы для выплаты трудовых пенсий. Поскольку Пенсионный фонд финансирует и выплачивает пенсии трудовые, или есть ли специальные пенсии, которые затем компенсируются из государственного бюджета. Что касается общего информации, хотелось бы отметить, что на сегодня очень много задает вопросов о том, что будет в перспективе, что ждать в дальнейшем, и вообще, какие изменения или какие шаги пенсионной реформы. Наверное, все уже слышали, что 30 мая этого года Верховную Раду Украины в Кабинет Министров внесен законопроект о дальнейших шагах пенсионной реформы. Она предусматривает уже, эта пенсионная реформа, внедрение, как мы уже говорили, в Украине накопительной системы. Поскольку на сегодняшний день у нас пенсии назначаются, выплачиваются из солидарной системы, поскольку эта система уже на сегодня немножко себя исчерпала, поскольку уже хочется, наверное, получить дополнительные какие-то виды пенсии не только из государственного фонда, как пенсионного, но и из других фондов. Поэтому, когда говорили о системе пенсионной, то можно было бы отметить, что обязательная была, как таковая, поскольку нельзя было от нее отказаться, это солидарная система, когда была реорганизация, или когда можно было сказать, что в 1991 году, когда Украина стала самостоятельной, поскольку это финансирование тех пенсий, которые были назначены ранее, и мы не отказались от дальнейших перерасчетов ранее назначенных пенсий, в отличие от других государств. Солидарная система, она существует и на сегодня, и она обеспечивает вот эту пенсию всем пенсионерам на сегодняшний момент. Но, говоря о будущих шагах, это второй этап уже, это накопительная система. Это система, которая позволяла бы, и будет позволять получать из солидарной системы часть пенсии, которая гарантируется государством, и дальнейшая дополнительная пенсия, которая будет уже сам человек для себя зарабатывать. То есть, эта накопительная система предполагает, что на индивидуальные счета, персонифицированные каждого человека, каждого работающего, будут делаться отчисления, то есть, будут поступать определенные средства. И вот эти средства будут находиться как в банковской ячейке, как банковский счет, который будет работать до момента, когда человек будет выходить на пенсию. И одновременно из солидарной системы пенсионер будет получать пенсию, и при выходе на пенсию будет из накопительной системы тоже получать. То есть, это второй источник для материального обеспечения будущих пенсионеров. И третий источник, который человек сам выбирает для себя, это уже не государственное, если мы говорим за солидарное накопительное, это государственное пенсионное страхование, и оно предусмотрено законом, вообще обязательным государственным пенсионным страхованием. То есть еще третий уровень, это негосударственное пенсионное обеспечение, которое регламентируется другим законом, законом о негосударственном пенсионном обеспечении. И человек имеет возможность, имеет право, если есть у него желание, конечно, если есть финансовые возможности, заключить договор с негосударственным пенсионным фондом еще на дополнительное пенсионное обеспечение. Естественно, что сделало отчисление и в этот негосударственный пенсионный фонд. То есть вот эти шаги на сегодняшний день и этот законопроект при самом лучшем финансовом состоянии, при самом лучшем и хорошем положении на сегодняшний день можно было бы получить пенсию из трех систем. Это солидарная система, которая обеспечивается государством, это накопительная система, которая когда сам человек откладывает на свои счета из заработной платы и заключив договор о негосударственном пенсионном обеспечении еще и третий уровень, то есть из трех источников можно было бы получить пенсию. Но эта перспектива и вот все то, что я уже сказала, это закреплено в том законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Предусматривается, что некоторые шаги уже по формированию накопительной системы, негосударственных пенсионных фондов, в принципе уже есть. Негосударственные пенсионные фонды сейчас, они, будем говорить, незначительны, но они работают на территории Украины. Говоря о накопительном уровне, предполагается, что первые шаги будут с 1 января 2017 года, то есть и год дается для того, чтобы можно было провести чисто экономическую подготовку. Потому что вы прекрасно должны понимать, что для этого нужно открыть на каждого работающего индивидуальный счет, чтобы обеспечить поступление средств на этот счет. Значит, накопительная система предполагает, что участникам накопительной системы могут быть лица, достигшие 35 лет. Если граждане, будем говорить, до 35 лет, если достигли 35 лет, то от 35 до 55 это добровольное участие. До 35 обязательное участие, после 35 до 55 это добровольное участие. То есть сам человек для себя определяет, буду я участником этой системы или нет. А до 35 обязательное отчисление. Но многие задают вопрос, много это будет или мало от заработной платы. Предполагается, что первое отчисление в накопительную систему человек будет делать от 2% и более. И через каждый год идет повышение процентов, до 7%. Максимальный процент это 7%. Предполагается, что это будет где-то в 2022 году. Автоматически вопросы задают. Если эти средства будут на индивидуальных счетах. Если человек, ну хорошо, что доживает до пенсионного возраста. Бывают случаи, когда человек не доживает до пенсионного возраста. Что будет с этими деньгами? Остаются ли они в государственном банке или же они наследуются? Если на сегодняшний день в солидарной системе никаких наследований, тех отчислений, которые делаются работодателями, не предусмотрено. То в накопительной системе предусмотрено, что если человек не достигает, достигая пенсионного возраста, умирает ранее этого пенсионного возраста. То эти накопительные счета и накопительные средства передаются наследникам. То есть по тем счетам, которые будут они открывать для себя. То есть такая система предполагается. Предполагается, что те средства, которые будут на этих банковских счетах, они не будут лежать мертвым грузом. Они должны работать. То есть они должны инвестироваться, вкладываться в экономику, в развитие экономики. Вот то, что на сегодняшний день новое и то, что сейчас находится на рассмотрении Верховной Раде. Кабинет министров выполнил свои обязательства перед Верховной Радой. Он обещал до 1 июня внести в Верховную Раду законопроект об изменении пенсионных систем. Я хочу остановиться еще на тех изменениях, которые у нас произошли в этом 2015 году. И что больше всего интересует наших пенсионеров или тех, кто собирается выйти на пенсию. Но прежде всего хочу сказать, что прежде чем обращаться с назначением пенсии, можно всю информацию получить на нашем сайте Главного управления Пенсионного фонда. И какие необходимы документы. И даже есть расчет пенсии. Хотя каждый человек очень трудно сразу просчитать свой размер пенсии, потому что нужно знать все данные персодифицированного учета. Это очень сложно сделать. Хотя получить эти данные персодифицированного учета может каждый гражданин, придя с паспортом или со страховым свидетельством. Страховое свидетельство все работающие должны были получить. Кто не получил, может обратиться в управление Пенсионного фонда и получить эти страховые свидетельства. При наличии этого страхового свидетельства, есть у нас информационные киоски в каждом управлении, в главном управлении, можно получить информацию о своей заработной плате с данных персодифицированного учета. начиная с 2000 года. То есть уже тогда посмотреть, на что это выходит. Какие изменения у нас произошли уже по тем, кто уже получает пенсию? Очень много вопросов задавали, почему идут удержания из пенсии. Да, действительно, с 1 января 2015 года есть изменения в налоговый кодекс. Но если до эти изменения в налоговый кодекс были внесены еще с 1 января 2014 года, но на них не так обращены были внимания, поскольку там тоже самое пенсия облагалась налогом, но сумма пенсии должна была превышать 10 тысяч, поскольку у нас таких очень мало. Естественно, что люди как-то не обращали на это внимания. С 1 января 2015 года в связи с изменением налогового кодекса изменился порог налогообложения. И сейчас он составляет 3 минимальные заработные платы. 3,654 сейчас это та сумма пенсии и выше, которая облагается налогом. Облагается налогом только часть пенсии, которая превышает вот ту сумму, которую я сказала, 3,654. Если размер пенсии до не достигает 3,654, пенсия выплачивается в полном объеме. Точно так же предусмотрено с 1 января введение военного сбора. Тоже военный сбор делается отчисление со всех сумм пенсии, которые превышают 3,654. Кроме того, очень много было вопросов и как раз изменений к законодательству, наверное, очень много задавалось. Что делать со специальными пенсиями? И чтобы привести солидарную систему в одну единую, было принято постановление Верховной Рады, или изменение к закону о пенсионном страховании, где предусмотрено, что специальные пенсии с 1 июня этого года не назначаются. Это пенсии государственным служащим, это пенсии прокурорам, судям, народным депутатам, то есть всем государственным служащим, которым ранее назначалась пенсия по специальным законам. На сегодня все они получают и им назначаются пенсии по общему, единому закону, те, которые для всех граждан Украины на сегодняшний момент. Кроме того, изменился порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам. Но этот порядок выплаты изменился только на вот этот небольшой отрезок времени. Это с 1 апреля этого года по 1 января 2016 года. То есть, что это значит? Было сделано разграничение по суммам выплаты пенсии. Есть категории граждан, кому пенсия вообще не выплачивается, независимо от того, кто он. Это государственные служащие, это прокуроры, это народные депутаты, то есть те, кто получал пенсию по специальным законам, если они работают в этих должностях, любая пенсия не выплачивается, независимо от того, на каких основаниях она назначена. 100% пенсии выплачивается инвалидам первой, второй группы, независимо от категории. И третья группа только инвалидам войны. 100% пенсии выплачивается работающим, это участникам боевых действий, участникам АТО и участникам некоторых формирований воинских, которые по постановлению Кабинета министров определены. Всем остальным гражданам, работающим, пенсия выплачивается 85% от той суммы, которая назначена. Но опять были вопросы, всем ли пенсионерам идет такое ограничение работающим в выплате пенсии. Нет. Нужно сказать, что те пенсионеры, которые получают небольшие суммы пенсии, это 150% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, а на сегодня прожиточный минимум 949 гривен, и если взять 150%, это 1243 гривны 50 копеек. То есть, если сумма пенсии не достигает или достигла этой размеры, которую я вам сказала, то пенсия выплачивается работающим пенсионеру 100%. Если же сумма пенсии превышает эту 150% прожиточного минимума, естественно, что идет ограничение выплаты 85%. Поэтому, когда говорят много или это мало, то необходимо отметить, что на сегодняшний день у нас работающих пенсионеров 111 тысяч из 903. Вы прекрасно должны понимать, но это 111 работающих пенсионеров. Из них есть люди, которые получают пенсию ниже то, что я вам сказала. Естественно, что они получают 100% пенсии. Поэтому в основном ограничение по выплате пенсии коснулось тех лиц, которые имеют большие размеры пенсии. Вот, наверное, то, что хотелось. Да, еще то, что задавали вопрос, я уже, наверное, сразу тогда отвечу. Значит, у нас Харьковская область – это самое большое количество лиц, которые переселились с Донецкой и Луганской областей. Я уже вам сказала, что к нам обратилась за переводом пенсии 138 тысяч. Все они переведены, всем им выплачиваются те суммы пенсии, которые они получали на территории Донецкой и Луганской областей. Но прежде чем прийти в пенсионный фонд, в обязательном порядке, лица, которые переехали с Донецкой и Луганской областей, и если они переехали с территории, которая не подконтрольна Украине, значит, они обязаны обратиться в Управление социальной защиты по месту фактического проживания, то есть заявить о себе, зарегистрироваться. Органы социальной защиты выдают специальную справку, есть образец этой справки, где указывается место проживания на территории Донецкой и Луганской областей, или место регистрации, которое есть в паспорте, и место фактического проживания здесь, на территории Харькова или Харьковской области. В обязательном порядке, после того, как получает эту справку гражданин, он должен обратиться в миграционную службу, миграционная служба делает отметку, здесь же на этой справочке, о подтверждении, что он действительно проживает на территории Харькова, Харьковской области. И только после того, как получены эти документы, человек обращается к нам за переводом пенсии с территории, которая не подконтрольна Украиной. Мы выплачиваем пенсии и пенсионные дела запрашиваем в электронном виде, поскольку у нас есть электронная база данных на территории всей Украины и ее владельцы, Пенсионный фонд Украины. То есть, естественно, что на основании электронных пенсионных дел, без запроса бумажных пенсионных дел, поскольку мы понимаем прекрасно, что мы их не получим, поэтому на основании электронных пенсионных дел мы оформляем выплату. Выплата оформляется в течение 10 дней с момента поступления к нам пенсионного дела, независимо от того, что мы начисление пенсии делаем один раз в месяц. То есть, начиная с 25 по 31 число, мы до 25 числа проводим выплату пенсии. После 25 по 31 или по 1 число мы делаем начисление на следующий месяц выплаты пенсии. И с 4 числа начинается выплата пенсии. Если в этом промежутке люди к нам обращаются, переселенцы, мы им оформляем и оформляем не основную ведомость, делаем дополнительные начисления, дополнительные ведомости выплачиваем. То есть, задержки в начислении пенсии лицам, которые переехали с территории Донецкой и Уранской властей, у нас нет. Я хочу отметить еще, что для нас очень немаловажно, что у нас есть граждане, которые обратились у нас уже участники антитеррористической операции, которые имеют уже инвалидность или погибли при исполнении этих служебных своих обязанностей. И назначаем мы пенсии по случаю потери кормильца на жен, на детей, на родителей. Значит, или пенсии по инвалидности. На сегодня у нас пенсии по инвалидности получает 6 человек, и 39 человек получают пенсии по случаю потери кормильца. Всем им обеспечивается своевременно как назначение, так и выплата пенсии на основании тех документов, которые к нам поступают. Если есть у вас вопросы, я могу много говорить. Местные власти отмечали, что в связи с тем, что такая важная переселенцев была, финансирование очень не хватало. Потому что у нас проблем, что касается, вот я уже говорила о том, что мы не делим финансирование для переселенцев или для граждан, которые проживают здесь. У нас, это уже, наверное, может быть вопросом управления социальной защитой, поскольку они оказывают какую-то разовую помощь. У нас по вопросам пенсионного обеспечения, если мы сегодня заказываем деньги в пенсионном фонде, они сразу поступают. Независимо, мы не делим. И когда мы формируем и начисляем пенсии, у нас нет деления на переселенцев, на те, которые харьковчане и так далее. Начисление идет всей базы данных. И если они уже у нас есть в базе данных, мы делаем начисление. Если же их еще нет в базе данных, то есть поступает, вот сегодня поступит пенсионное дело. Значит, в течение двух-трех дней мы делаем начисление и делаем дополнительную ведомость. Поэтому у нас задержки... Когда массовый поток был, тоже не было задержки? Нет, не было. И даже когда массовый поток, у нас не было задержки. То есть мы своевременно... Финансирование у нас проходит через Пенсионный фонд Украины. Средства мы получаем каждый день. То есть у нас есть графики выплаты. У каждому пенсионеру установлена дата выплаты пенсии. И вот в соответствии с этими датами выплаты, по графикам выплаты, каждый день у нас Пенсионный фонд, иногда и два раза в день, проводит такое финансирование. На сегодня у нас уже профинансирована выплата пенсии по 9 числу. То есть, в принципе, задержки финансирования у нас не было. Можно еще одно уточнение? Я правда не знаю, к вам или не к вам. У нас вот было ЧП этим летом, когда украли пенсии, да? Импозатор в Почте. Пенсионеров это не коснулось? Не коснулось. Своевременно была замена, мы предоставлено будем говорить, на это же почтовое отделение, пусть это будем говорить не час, не два, но в течение дня была предоставлена другая, ну, та сумма, которая необходима для выплаты. И в задержке выплаты не было. Ну, в часах, может быть, задержка была. То есть, в этот день, да, тот день, который они, тем более, я же вам уже вы увидели, что у нас идет финансирование, если сегодня у нас шестое, седьмое, да, вот, то мы профинансировали уже по 9 числу. Поэтому средства есть на определенный задел. То есть, на день, на два есть задел для выплаты. Еще небольшое. Точнее, пенсионный фонд не может никак влиять на вот безопасность перевозку денег, вы никак не понимаете? Значит, я хочу сказать, что пенсионный фонд в этой ситуации денег вообще не видит. Мы получаем только, будем говорить, выписку банковскую о том, какая сумма предоставляется, предположим, Харьковской области. Сегодня это 50 миллионов. Эти 50 миллионов, мы их не видим. Идет распределение по районам области, и мы даем такие же выпуски по районам области. Затем они финансируют, ну, такие же выписки поступают либо на почтовое отделение, на центральное отделение, или на банковские учреждения. То есть, это обеспечение идет через почтовое отделение, да, если что, Укрпочта, или банковские учреждения. То есть, мы к этому никакого отношения не имеем. То есть, наша задача своевременно будет обеспечить бумажный вариант, то есть, или электронно дать подтверждение, что есть такая сумма, действительно есть перераспределение, или же дать бумажный вариант. Поэтому мы, дети, как таковых, в руках не держим. И наши специалисты тоже, потому что многие приходят и говорят, ну, помогите, дайте хоть 10 гривен. Но, к сожалению, этого делать нельзя. Небольшое отточнение. Если переселенец переезжает в Харьковскую область, но там, на губерной территории, он несколько месяцев не получал выплаты, он получит эту коронавирусацию? Я отвечу. Значит, когда приезжает к нам пенсионер, он пишет заявление и указывает последний месяц выплаты пенсии. Кроме того, естественно, что мы, еще раз говорю, что мы запрашиваем электронное пенсионное дело. В электронном пенсионном деле отражен не только стаж, но и даты выплаты, месяца выплаты. И если к нам поступает подтверждение, что да, действительно, человек переехал с Донецкой и Луганской области, и там обеспечена выплата, ну, предположим, по январь 2015 года. Значит, мы берем на учет и выплачиваем, начиная с января 2015 года. То есть, он ничего не теряет, но обязательно должно быть подтверждение, что человек не получил эту пенсию за месяц, за два, за три, за четыре. Это большая сумма или как-то? Одноразовая? Сразу. Естественно, что... Вот сегодня он приходит к нам, еще раз говорю, с января месяца мы выплачиваем за август месяц и доплату с января месяца. Разовая нет. Вы имеете в виду, разбивается по... Нет. Разовая выплачивается. А вот еще вопрос. Понятно, что первая волна переселенцев была год назад, да? Ну, не год, нет, я не скажу год назад. Как раз год назад переселенцев у нас было где-то полторы тысячи. Самая большая волна пошла где-то октябрь, ноябрь, декабрь месяц. Поэтому первое... 2014 года, конечно, не 2015. Еще у нас нет. Да, и вот были ли еще у вас такие массовые заявки полные, да? А вот в течение 15-го? Нет. Вот 15-го, вот самый большой вот наплыв был переселенцев именно вот октябрь, ноябрь, декабрь, ну немножко января месяца. Затем всплыла эта волна, но я не хочу сказать, что это много или мало относительно. Если раньше в день у нас приходило по 500 человек, да, в управление, то сейчас, может быть, это за месяц 500 человек переезжают. Потому что основная масса уже у нас получает. Ну, я думаю, что 138 тысяч это много. Но это очень много. Это хайка стояло. И даже учитывая, что официально у нас цифра по переселенцам 180 тысяч в север. Ну, да. Интериорус, интериорус, вот здесь вот такая... Нет, значит, есть же часть... Я же говорила, кто к нам обратился. Они могут обращаться в другие службы, а могут и не обращаться. Правильно. Есть такие... У вас 138, это зарегистрировано? Да, это зарегистрировано 138 человек. А там могут быть же различные категории 180 тысяч. А может быть, даже кто-то еще и не дошел. Поэтому в основном регистрируются пенсионеры. Потому что они без регистрации не получат пенсию. Но есть такие люди, которые переезжают, а не мигрируют. Вот, предположим, если он проживает в Харьковской области, он может переехать в Полтавскую область, но пенсию продолжать у нас получать. То есть он может с Полтавской переехать, предложим, в Сумскую область. То есть, а получать пенсию продолжать у нас. Поэтому, естественно, что он может, не зарегистрировавшись, я имею в виду, что мы говорим 180 тысяч официально. У нас это то, что официально получает, у нас числится на учете. А если выяснится, что человек-предселенец получает пенсии и у нас, и в ДНР, и в ЛНР, ему могут лишить пенсии? Да. А есть такие случаи? Значит, таких случаев у нас не было, но если у нас есть такое понятие, приостановление выплаты пенсии до уточнения. Если к нам поступает информация, или бывает такое, что сам человек приходит. Есть у нас случаи, когда сам приходит человек и говорит, прекратите мне выплату пенсии, я переезжаю на территорию ДНР и ЛНР. Есть такие случаи? Да, возвращаясь туда. Они, значит, небольшое количество, где-то человек 30-40, вот такое было количество людей, которые... Или переехали, бывают, были такие случаи, вот у нас где-то 1006, это люди, которые переехали уже на территории, которые освобождены, которые под контролем, например, Славинск. У нас Славинска очень много было в октябре, в декабре, в ноябре месяце. Но когда Славинск уже стабилизировался, Краматорск и Славинск, это как раз районное управление Изюмское, Барвенковское, Боровское, Балаклеевское, вот там был большой наплыв именно переселенцев. Но когда немножко устаканилась вся эта ситуация, вот Славинск, Краматорск, они люди вернулись туда. И мы туда выплату пенсии им перевели, тоже по электронным пенсионным делам, они начали там получать пенсию. Поэтому, естественно, что люди мигрируют, особенно переселенцы есть, которые стабильно получают у нас. Спасибо. Можно еще вопрос? Можете, вот, прорезюмировав Ваши слова, сказать, самое главное изменение после реформы в фонде, это можно ли считать создание вот второго источника дохода для пенсионеров, индивидуальной щетки и что еще? Еще этого нет. Это я говорю перспектива, которая, самое основное, что на сегодняшний момент, мы говорили это давно уже, если так коснуться развития пенсионной системы, о реформировании пенсионной системы говорят уже с 98-го года. И вот эта трехуровневая система, она выстраивалась именно, был принят закон о пенсионной реформе и выстраивалась еще тогда. Солидарно это обязательно, потому что без нее нельзя было обойтись, мы приняли большое количество, те же 13 миллионов по Украине. Значит, затем шла накопительная система, это на будущее, это я же уже вам сказала, те люди, которые работают сейчас, молодежь в основном, те, кто позже, значит, и не государственное пенсионное обеспечение. Вот эти уровни должны были, конечно, развиваться немножко раньше, но, к сожалению, это все тормозилось какими-то экономическими препятствиями, и в четвертом году мы говорили об этом, и в восьмом году. Но на сегодняшний день это назрело, почему? Потому что солидарная система, она уже не может вынести тот груз, который на нее возлагается. Почему и принимается решение о том, чтобы оплачивать пенсии с ограничением. На сегодняшний день вы знаете, что перерасчеты пенсии мы пока не проводим, потому что прожиточный минимум 949, и на сегодняшний день он не изменился, будет изменение только в декабре этого года. Поэтому будем проводить перерасчеты. Поэтому и есть, ну будем говорить, такие выплаты, которые не свойственны пенсионному фонду. Пенсионный фонд создан был для чего? Для того, чтобы обеспечить выплату трудовых пенсий. Вот эти специальные пенсии, которые финансируются за счет государственного бюджета, они не должны быть финансированы за счет пенсионного фонда, потому что на это должно быть определенное числение. Да, государственные служащие делают больше процента числений, но он идет опять в пенсионный фонд. Но финансируются за счет те же надбавки, те же надбавки чернобыльцам, те же надбавки детям войны, участникам войны, участникам боевых действий, надбавки на уход, донора. Ну то есть все надбавки, они финансируются за счет государственного бюджета, они не свойственны пенсионному фонду. Поэтому предполагается по этому законопроекту вывести их за черту пенсионного фонда, и чтобы они выплачивались. Или была, вот вы знаете, что разговор идет о различных компенсациях вместо льгот. И льготы, если вы уже знаете, что некоторые отменены для некоторой категории граждан, потому что просчитав, во что это выливается, это большая сумма на сегодняшний день. И государство, к сожалению, не может обеспечить в полном объеме. Поэтому либо ограничивать нужные льготы, либо их предоставлять тем, кто в этом нуждается. Потому что действительно, надбавки, то понятно, что они всем нужны, никто от надбавок никогда не отказывался. Но если мы говорим о надбавках, ну и проанализировав мировой опыт, если мы говорим за Евросоюз, то нигде нет такого количества льгот и такого количества надбавок. Надбавки к пенсиям не назначаются. Это идет льгота, она должна как-то компенсироваться. Да, если человек участник боевых действий, он должен получать какие-то компенсации. Но это может быть не к пенсии. Пенсию человек заработал трудовая, за трудовой стаж. Почему она называется пенсия? За трудовой стаж и заработную плату. И второй момент, поскольку когда была в 1991 году самостоятельность, для себя заработали, то вот те пенсии, которые были ранее, они перешли к нам. И мы должны были обеспечить эту выплату. Почему и пенсионный фонд в 1991 году Украины начал свою работу? Потому что не работая пенсионный фонд, он бы не мог обеспечивать выплату. Потому что все выплаты должны быть производиться или из государственного дата бюджета. И вот это вот, то что мы говорим, 1 миллиард 600 миллионов должно было лечь на государственный бюджет, если бы не было пенсионного фонда. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы уплата страховых взносов, единого социального взноса, сейчас он называется, или уплата, тогда это была пенсионный фонд, своевременно производила всеми предприятиями. К сожалению, банкроты, к сожалению, те предприятия, которые не уплачивают, естественно, что это минус, как нам, это нет поступления в пенсионный фонд, но это минус прежде всего человеку. Если у нас, например, уплата по каким-то предприятиям была по 2009 год, а с 2009 года по сегодняшний день они не платят, все, человек теряет право на старшего. То есть у него выпадает, хотя он работать может, он может и работать, он работает, а предприятие не делает отчисления в пенсионный фонд. Значит, вот эти вот, сколько там, 4 года, 5 лет, 6 лет у него выпадает из пенсии. Ну, тут у нас были проблемы. Чего у него сам отчисления? В этом случае, сейчас Наталья Викторовна может вам добавить. Если у человека есть его работодатель или страхователь, так сказать, то сам он внести платеж не может. Должен работодатель. Это только если он получает, допустим, меньше минимальной заработной платы, он может, по нашей инструкции, которая действовала до 1 января 2011 года, сделать доплату. Но это только если не полный рабочий день, не с начала месяца принят, уволен. Ну, там есть ряд условий. Ну, если есть работодатель, ну, допустим, там, я не знаю. Ну, тот же завод Малышева. Тот же завод Малышева. Шевченко. Тот же... Алиационный. Хотя алиационный платил. Ну, получается, что пока они не внесут деньги по всему фонду оплаты труда, то этот период не будет засчитываться в стаж. Самое интересное, что они должны платить не за индивидуально одного человека, а по всему фонду заработок. То есть за всех, начиная от себя и заканчивая дворником, уборщицей, кем угодно. Поэтому, к сожалению, этого нельзя делать. Были такие предложения. Очень много у нас тех людей, которые не оформлены официально. Очень много. Здесь можно заключить договор добровольного страхования, но обращаться на сегодня надо в государственную фискальную службу. Потому что, так как функции администрирования единого социального внеска были переданы еще в 2013 году, в конце года, в фискальную службу, то они заключают на сегодня договора добровольного страхования. Ну, там, получается, лица, которые достигли 16 лет и не застрахованы, нигде не работают граждане Украины, действуют на территории нашего государства, заключать могут добровольный договор. Вот то же самое, мы говорим за студентом. Очень много задают вопросов, вам еще далеко. А вот те, которые предпенсионного государства, говорят, вот если я учился в 90-х, а да, в 90-х, пожалуйста. Значит, у нас учеба, если была до 1 января 2004 года в ВУЗах, на дневное отделение, ну, не ВУЗ, там, техникум и так далее, раньше, а не потом колледжи, только до 1 января 2004 года мы берем по диплому с предоставлением справки, что человек учился на дневном отделении. С 1 января 2004 года только при уплате страховых взносов. То есть, почему мы выступаем перед студентами, особенно, когда желательно, чтобы родители были. Второй курс еще был. А, империи, вот вы сейчас пошли на контракт, ну, платите все равно. Если вы хотите, чтобы у вас это все засчитывалось страховой стаж, значит, обязательно заключайте договор добровольного страхования. По крайней мере, у нас уже были случаи, когда, ну, на пенсию по возрасту они еще не обращаются, но на пенсию по случаю потери кормится. Умирает студент, у него есть ребенок. Ребенок лишается права на пенсию, потому что определяется право по стажу умершего. И поэтому у умершего стажа нет? Нет, он студент. Там договора не было добровольного страхования, ребенок не имеет права на пенсию. Очень много у нас же, вообще. Пенсия трудовая, дается за трудовой стаж, она за какой-то стаж должен быть. Единственное, что здесь вопрос может быть, адресная социальная помощь через социальную защиту. Это вопросы. Или те же предприниматели, которые не оформлены, работают. У нас, вот если слышали, были киоски, которые или рады, или горели, когда люди погибали. Очень много мы общались с одной женщиной, мама, свою дочку. Она им не была оформлена. Все. Ребенок потерял право на пенсию. Как бы там ни хотелось, что бы мы ни делали, как бы мы ни писали, мы бы ничего не сделали в этой ситуации. Это единственное, что адресная социальная. Почему мы говорим? Пожалуйста, смотрите, контролируйте. Потому что в любой ситуации всякое может быть. Поэтому накопительная система, почему сейчас она должна актуальна? Вначале говорили о том, что накопительная система должна быть тогда, когда будет бездефицит на пенсионный фон. Но на сегодняшний день, с учетом экономической ситуации, поняли, что это на сегодня нереально. Поэтому нужно идти какие-то меры принимать для того, чтобы кроме солидарной системы, человек мог себе еще заработать в другой системе. Но это, конечно, в том случае, если обязательная будет заработная плата в полном объеме и так далее. Почему мы говорим за выплату заработной платы в полном объеме и без конвертов? Ну, к сожалению, у нас еще... Нюанс по добровольному страхованию хотелось бы обозначить. Очень хороший тем. На сегодняшний день добровольное страхование еще предполагает единоразовую доплату, начиная с 1 января 2004 года. Ну, допустим, человек не работал, понимает, что у него нет пенсии, ему минимально надо 15 лет стажа, вот он хочет доплатить. Доплатить можно только с 1 января 2004 года, потому что вступил в силу закон, который определял это, ну, вообще, возможность. То есть до этого периода нельзя. И, опять же, можно только за те периоды, когда он не был застрахован. То есть если человек обратится в пенсионный фонд, чтобы почерпнуть данные из своего персонального счета, из того же персонифицированного учета, за какие месяцы у него... То есть условный период. Да, но человек должен обратиться лично. Для этого он обращается в территориальное управление пенсионного фонда, пишется заявление определенного образца, там, паспорт, код нужен. То есть страхование, это пластиковая карточка. А заключать договор, еще раз повторюсь, нужно обращаться в государственную фискальную службу на сегодня. То есть мы можем предоставить данные, за какие месяцы у него есть. Да, прописать. А какие периоды ему не достаются, начиная с 1 января 2004 года, он туда обратится и заключит индивидуальный договор, скажем так. Но об этом начинаем думать когда... Нет, почему? Добровольное страхование присутствует, так сказать, но учет ведет на сегодня фискальная служба. А, доплаты до минимального взноса человек должен в органы пенсионного фонда обратиться. По добровольному страхованию органы фискальной службы, как я уже говорил. А за своими персональными данными обращаются часто и августа, и даже для назначения пенсии... Большое количество заключенных договору о добровольном страховании. Но я не могу сейчас сказать, это только надо у коллег наших из фискальной службы. Это когда вы ее пригласите, они вам могут этот вопрос ответить. В принципе, почему? Потому что мы уже с 2011 года не занимаемся вопросами администрирования, если до этого мы занимались, поэтому мы вели учет, и мы болен предмени. Но я хочу сказать, что незначительное количество людей, которые, будем говорить, хотели бы доплатить, когда просчитав, во что это выливается, то, естественно, что? Мы говорим, что почему? Чтобы это было не так одноразово, одномоментно за 10 лет. Конечно, за 10 лет посчитаем 400 гривен, за 14 месяцев. 48 тысяч. 48 тысяч у человека, конечно. Но если бы это делалось каждый месяц, а человек знал, что он не работает уже 10 лет, то, естественно, что за каждый месяц 400 гривен он бы нашел. Когда мы говорим, ну вы же время это как-то кушали, пили, жили и нормально жили. Надо же было подумать. Потому что приходят и говорят, почему вы мне пенсию не назначаете? Мы говорим, дайте документы, подтверждающие, что у вас на сегодняшний день это не менее 15 лет. Если нет 15 лет подтверждения, пенсия не назначается. Поэтому мы говорим, пожалуйста, подтвердите, что вы работали. Или одновременно вот то же самое, как у нас те лица, которые якобы открыли свое дело, как они говорили, да, но не ведут финансовую деятельность, но предприятие числится. Мы говорим, оно же, ну я же работаю, предприятие-то числилось. Да, но отчислений вы не делали. Оно числилось уже 20 лет. Он считал, что он 20 лет числится предпринимателем, не делая отчисления. И не ведя финансовую деятельность, по крайней мере нам показывает, что не ведет финансовую деятельность. Может он и ведет эту деятельность. Конечно, очень многое скрывается. Поэтому, естественно, что 20 лет он считал, что есть у него страховой стаж, а его не оказывается, что нет. Пожалуйста, доплачивайте. Поэтому каждый выбирает свой способ. Почему говорится за накопительную, что это уже будет? Здесь почему отказываются, даже может быть, в некоторую причину, почему не хотят платить пенсионный фонд, вот сейчас в солидарную систему, потому что это не идет на индивидуальный счет мой. То есть солидарная система заключается в том, что мы с вами работающие отчисляем в общий котел, и с общего котла идет уже выплата тем пенсионерам, которые, может, и не делали эти отчисления. Особенно до 1991 года, до того, как пенсионный фонд организовался. Люди приходят и говорят, я работал в 70-е, 80-е годы, я вам платил деньги. Мы говорим, нет, вы начинали пенсионный фонд с 1991 года. Вот с 1991 года делаются ли все отчисления пенсионного фонда? До этого периода времени каких-либо отчислений пенсионного фонда вообще не существовало. Но пенсию человек должен получить. Поэтому, естественно, что здесь поколение нынешнее, будем заботиться о том поколении, которое было. Естественно, что государство не имеет никакого морального права сказать им, нет, мы пенсию платить не будем, потому что вы жили в другом государстве. Поэтому, естественно, что вот те суммы, которые мы сейчас собираем, те отчисления, которые делаются в солидарную систему, они идут все на выплату. Ни одна копейка не остается в пенсионном фонде. То есть сегодня поступило через фискальную службу средства, данные о том, что да, действительно, столько-то поступило. Они сразу автоматом перечисляются на область пенсионного фонда в Украине. Может, еще уточнение, вот раньше очень важно было непрерывный стаж. Сейчас нет. Все, да? То есть в целом, у нас человек уже отработает 15 лет, чтобы получить пенсию. И все. Правда, чтобы получить хотя бы право на пенсию. А потом уже будет говориться о размере пенсии. И поэтому, естественно, что непрерывный стаж, почему мы говорим, что надбавки, как таковые, участвовать в назначении пенсии не должны. Не должно быть надбавок за непрерывный стаж, которые раньше были, да, действительно. Не должно быть надбавок на уход. Это компенсация за то, что человек не может продолжить самостоятельно осуществлять уход. Значит, это должна заниматься социальная служба. Не должны никакие быть надбавки, те, которые предусматриваются сейчас к пенсиям. Пенсионный фонд должен заниматься трудовыми пенсиями. То есть человек заработал за трудовой стаж. Все. А уже остальное, это уже другая система, уже тогда должна быть. Или социальные службы, которые должны осуществлять. Адресная помощь. Я же почему говорю, что если мы говорим, почему и нам Международный валютный фонд, задним из условий, это сказал, что подождите, чем наши граждане, которые в Германии, которые не имеют никаких надбавок, повышений, у них нет этого. У них нет никаких надбавок на уход участникам войны, участникам боевых действий, лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Это специальные фонды, специальные службы, которые занимаются этой категорией граждан. У них тоже есть участники боевых действий, ну, другие будем говорить, да. То есть, есть одинокие, есть инвалиды, но этими выплатами занимается уже не пенсионный фонд. Пенсионный фонд выплачивает только то, что человек заработал и делал отчисления в пенсионный фонд. У них тоже есть пенсионный фонд. Но у них пенсии, мы тоже сейчас на сегодня уже немножко онушествуем, то, что мы планируется пенсионным фондом Украины и вместе с одобренным кабинетом министров, чтобы мы пенсии назначали, ну, автоматически, без обращения к нам в пенсионный фонд. Человек достигает пенсионного возраста. Единственное, что для нас нужен документ, подтверждение, что да, действительно, жив-здоров, ничего не случилось. Если за пределами Украины это все ведется, учет этот, и не по паспортам, а по страховым свидетельствам, то у нас еще есть паспорт на систему, поэтому для того, чтобы человек должен обратиться к нам. Мы сейчас говорим о том, чтобы без обращения в органы пенсионного фонда можно это будет делать в электронном виде, имея электронную подпись. Естественно, что мы убедились, что это тот человек. Естественно, что поскольку пенсии будут с января 2016 года назначаться только по данным пенсионного учета, начиная с 1 июля 2000 года. То есть, браться заработной платы за весь этот период. И стаж точно так же будет браться. Предположим, сейчас это 15 лет, через 10 лет это будет 25 лет и так далее. И поэтому предполагается делать так, как это делается во всех странах за пределами Украины, только на основании данных персонифицированного учета, отчислений, которые делались, и данных о том, что достиг пенсионного возраста. И с момента, когда человек достиг пенсионного возраста, ему уже на его индивидуальный счет будут делать отчисления. Какие-то размеры пенсии. Мы, в принципе, сейчас идем и пенсионный фонд разрабатывает и кабинеты министровут. Утверждена эта практически система, чтобы было централизованное назначение пенсий, были централизованы перерасчеты пенсий. Через каждые два года их никто не отменял. То же самое без обращения в пенсионный фонд. Мы видим под данным персонифицированного учета, что человек работает. Прошло два года, на автомате мы сделали перерасчет, добавили эти 2%. Поскольку сейчас нужно обязательно обращение. Значит, это предполагается, что с 1 января 2016 года мы должны ввести эту систему. Кроме того, предполагается, что на сегодня мы перейти назначаем по месту регистрации. То есть штампик в паспорте регистрации, и по месту регистрации ведется учет. Предполагается, что на территории Украины в любое управление, куда они обращаются, будущий пенсионер, пенсия назначалась, поскольку будет централизованная база данных. То есть это в Киевской области, предположим, житель Харьковской области может обратиться. Не нравится ему, как приходят и говорят, мне не нравится начальник Киевского управления. Я хочу в Ленинском управлении, там лучше, там моложе начальник управления. То есть, ну человеку это свойственно. Поэтому, естественно, что на сегодня усовершенствуются немножко формы и методы. Единый вот центр, который, это предоставление социальных услуг. У нас, мы не участвуем в этом едином центре, предоставление административных услуг. У нас в каждом управлении работает постоянно, каждый день, приемный по принципу единого окна. То есть человек пришел, он в любое обратился окно, в любое к рыбому специалисту, по любому вопросу, к которому можно было бы обратиться. Потому что создание, может быть, единого центра на территории Харькова, вот как предлагает нам. Ну, представьте себе, у нас по Харькову где-то около 500 тысяч получателей пенсии. Если мы сконцентрируем это количество людей, конечно, это будет очень удобно. Это нужно территориально, во-первых, чтобы это было выгодно для человека. И чтобы, наверное, помещение могло позволить такому. Потому что приходят на прием, вот если мы говорим, за прошлый год к нам обратилось около 130 тысяч людей. То есть всего грамма. Конечно же, должно быть помещение, которое выдержало бы это. Естественно, что мы сейчас практикуем электронные запросы, электронные письма, электронные заявления. У нас работает веб-сайт, на котором можно узнать всю информацию, зарегистрировавшись. И где-то около 130 тысяч уже зарегистрировавшихся. Это и предприниматели, это и работодатели, это и просто пенсионеры, которые могут получить полную информацию, не приходя в пенсионный фонд. Вот то, что новое, то, что есть еще какие-то вопросы. О накопительной системе можно будет более подробно говорить. Она очень интересна и очень удобна, особенно, еще раз говорю, для молодого поколения. Ну, мы молодежь иногда не думаем о том, что будет через 20, 30 лет. Нету на культуре, да. Да. Поэтому нужно чисто психологически себя настраивать, что через 30 лет мне будет уже не 35, а немножко больше. И нужно будет подумать тогда о пенсионном фонде. Сейчас, конечно, мы не думаем о пенсионном фонде. Спасибо вам большое, очень интересно. Да, пожалуйста, если есть вопросы, приходите к нам еще. Пригласите, придем. Хорошо.